Покупаешь в магазине, доверяй, но проверяй. Если купленный товар оказался бракованным, на это можно посмотреть с разных сторон. Или продавец оказался убедительнее и сумел всучить некачественную покупку, или сам покупатель позволил себя одурачить. Как не купить кота в мешке? Смотрите в нашей следующей рубрике «Контроль качества». Я понимаю так, что это сделали, когда ее запаковывали, скорее всего. Именно такие бамбуковые шторы Алексей Карташов долго искал по всему Саратову. 5 августа в интернет-магазине «Энтер» он купил два комплекта жалюзи, как раз в стиле новой кухни, но радовался недолго. Придя домой, открыв их, обнаружил, что у одних жалюзи сломаны два прута и отсутствует на втором экземпляре комплект крепежа. Прикинув, что сломанные прутья сразу бросаются в глаза, как не повесь, Алексей решил вернуть покупку. На следующий же день поехал в магазин и написал претензию. Через 10 дней пришел ответ. Продавцом «Энтер» было выявлено механическое повреждение эксплуатационного характера. Хотя эксплуатации не было вообще никакой, я их даже не вешал. В Саратовский центр защиты прав потребителей на магазин «Энтер» жаловались и раньше. Интернет-покупки – это всегда риск, говорят юристы. В случае с жалюзи можно было подстраховаться. Например, заставить продавца самого распаковать товар. А теперь без свидетелей доказать правоту в суде Алексею будет очень сложно. Законом предусмотрено, что когда мы покупаем тот либо иной товар, мы должны проверить его работоспособность на месте и комплектацию. То есть если этого потребитель не сделал, то, к сожалению, ответственность за то, что товар будет некачественным, либо будет не полностью укомплектован, лежит непосредственно уже на потребителе. Если развернешь жалюзи, их потом домой везти неудобно, так как это все-таки не молоток и не пила. Поэтому этого делать не стал. В магазине «Энтер» на улице Горького Алексей делал покупки и раньше, всегда успешно. Затевать судебную волокиту ему не хочется. И он дает магазину последние шансы решить конфликт полюбовно. Денег я не прошу. Поменяйте мне товар и все. Я не могу вам поменять товар, если отдел претензий написал отказ. Единственный вариант для вас – либо обращаться в суд, либо идти в организацию по защите прав потребителей. Потому что если я вам сейчас сделаю отказ, либо верну, либо обменяю, завтра я буду искать новую работу, потому что я нарушил свои должностные структы. Алексей хочет лично поговорить с экспертом, который решил, что жалюзи повредил сам покупатель. Оказывается, что главный офис находится в Москве, а саратовский адрес отдела претензий назвать отказываются. Вы можете позвонить на горячую линию и с ними договориться. Они вам назовут и адрес, и местонахождение. Я неуполномочен называть их адрес. Такой магазин большой, за 400 рублей теряет свое лицо. Вывод такой, что даже учитывая вот такой товар, будем так говорить, мелочевку, что нужно открывать, распечатывать и смотреть все в магазине. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Уважаемые телезрители, если вы попали в подобную ситуацию, вам оказали некачественную услугу или продали бракованный товар, нарушили условия договора или затягивают сроки доставки, звоните к нам в редакцию по телефону 75 00 60.